5 августа 1745 года умер человек, без которого немыслима была бы рудная история Алтая. Речь о легендарном уральском промышленнике Акинфе Демидове. Сейчас бы про него сказали настоящий олигарх. Он владел большей частью металлургических предприятий страны. Разведав медные и серебряные залежи на Алтае, он, по некоторым сведениям, несколько лет сам тайно чеканил монету. Именно Демидов приказал основать завод на реке Барнаулки, таким образом дав жизнь будущей столице Алтайского края. Умер Демидов в пути, успев посетить места, где провел свое детство. 5 августа 1889 года родился Матвей Иванович Ворожцов, известный более как Анатолий. Такая у него была подпольная кличка. Революционер, один из лидеров красного партизанского движения на Алтае, он был по воспоминаниям типичным героем своего времени, отчаянным воякой, не боявшимся, как говорится, замарать руки. Запомнился многим ярким сражением под Тольменкой, когда белых, бежавших из Барнаула не пустили в Новониколаевск, нынешний Новосибирск. Умер от ТИФа. В 1922 году в его честь улицу Павловскую в Барнауле переименовали, назвав улицей Анатолия. В августе 1934 года официально заработал и начал выпускать продукцию Барнаульский меланжевый комбинат. Долгие годы этот промгигант обеспечивал тканями практически всю Сибирь, Урал и Дальний Восток. В годы Великой Отечественной здесь выпускали ткань для военной форумы и даже снаряды. БМК – одно из немногих советских предприятий, переживших перестройку. Оно работает и развивается по сей день.